Вы слушаете Русский час. В эфире Русский час. Русский час. Русский час. На волне 98,1 FM. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня пятница, 25 декабря. Последняя пятница в выходящем 2020 году. В Брисбане 5 часов вечера. А с вами у микрофона сегодня Людмила Ларкина. 25 декабря празднуют Рождество не только западные страны, но и целый ряд православных церквей мира, принявших в начале 20-х годов XX века Новый Юлианский календарь. Этот праздник отмечают миллионы христиан по всему миру и большинство православных церквей. Русская Православная Церковь отмечает Рождество Христова 7 января. Следует отметить, что разница календарей не изменяет сути праздника. День рождения Иисуса Христа является одним из главных христианских праздников. Как отмечается Рождество в разных странах, мы поговорим сегодня чуть позднее. А сейчас мы вспомним, что кроме Рождества сегодня еще один праздник – это День Спиридона. Или называли этот День Солнцеворот. Спиридон-поворот. От Спиридона солнце на лето, зима на мороз, а в День Спиридона запрещалось работать, разрешалось лишь заниматься выяснением, каков будет урожай в следующем году. На Спиридона солнцеворота медведь в берлоге поворачивается на другой бок. А завтра, 26 декабря, это любимый день многих жителей Австралии, Англии, Новой Зеландии. Этот день называют День Подарков. А в наши дни День Подарков 26 декабря стал отмечаться гигантскими распродажами в больших и маленьких магазинах. Именно в День Подарков можно приобрести любую понравившуюся вещь за полцены, чем народ с удовольствием и пользуется. Подарки дарили в коробках, отсюда называли «Боксинг Дэй». Только в прошлом веке «Боксинг Дэй» стал официальным праздником. Комбинация двух праздников – Рождества и Дня Подарков – еще больше укрепила традицию собираться с семьями на Рождество. В Австралии День Подарков становится еще более значимым – спортивным днем. В Мельбурне в этот день проходит тестовый матч на главном крикетном поле. В Сиднее начинается ежегодная гонка на яхтах из Сиднея в Хобарт. Эти гонки австралийцы называют иконой австралийских летних видов спорта и которая соперничает по популярности с такими громкими для страны событиями, как Кубок Дэйвиса Теннис и Кубок Мельбурна Скачки. Кстати, у католиков есть праздник, аналог Дню Подарков, который отмечается также 26 декабря. Это День Святого Стефана. Он имеет схожие традиции, поэтому эти праздники нередко путают друг с другом. А вот в воскресенье 27 декабря отмечаются еще праздники. Это День Соблазнения, День Спасателя, День Шиворот-Навыворот, День Вырезания Снежинок из Бумаги, День Сходи в Зоопарк и Праздник Святого Семейства. Однажды российские друзья меня спросили, а какие же есть традиции празднования Рождества в Австралии? И вот сегодня я решила об этом рассказать. Как я уже сказала, Рождество в Австралии отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Рождественский сезон начинается в Австралии задолго до самого Рождества и длится более месяца. А вот уже в конце сентября появляются на прилавках магазинах елочные игрушки, всевозможные украшения, грилянды. Впервые в Австралии Рождество отмечалось в 1788 году. Тогда европейское население материка было малочисленным, и в основном это были сосланные заключенные. Но праздник Рождество отмечали очень красиво и активно. В разных штатах Австралии отмечается Рождество по-разному. Например, в Адалаиде официальным открытием сезона считается рождественский парад, который проходит в середине ноября, когда Санта въезжает в город. Это очень популярное и торжественное явление, на которое я однажды попала в Адалаиде. По улице двигались сказочные платформы, духовые оркестры в сопровождении сотен пиратов, клоунов, деревянных солдат и множества других сказочных персонажей. На эту яркую процессию прибыли посмотреть десятки тысяч австралийцев и многочисленные туристы. И несмотря на протяженность парада, знойное ноябрьское солнце и 35-ти градусную жару, атмосфера праздника распространялась на весь город и заполнила абсолютно каждый уголок. Завершилось шествие огромная повозка, на вершине которой красовалась оленью упряжка с санями, и восседал Санта-Клаус. Санта-Клаус сошел с повозки, вошел в пещеру, в которой он, как правило, проживает до самого Рождества. Помимо Санта-Клауса в Австралии, есть еще один рождественский персонаж по имени австралийский Свэгмен, дед с мешком. Свэгмен одет в коричневый головной убор, синюю фуфайку и длинные шурты. Согласно легенде, зимой он со своей верной собакой Дингой обитает на священной скале Улуру. А когда наступает Рождество, Свэгмен садится в гигантскую четырехколесную повозку и, окруженный красным облаком пыли, мчится раздавать подарки. Особое впечатление на целый год остается от украшенных частных домов и дворов. Люди украшают свои дома к Рождеству, выражая свою радость по поводу рождения Иисуса Христа. Рождественскими огнями украшают дома, гаражи. Чем больше сияющих огней, тем эффектнее строение смотрится на ночной австралийской улице. А мигающими гирляндами опоясывают не только дом, но и клумбы, землю, деревья, все, что есть, какие рядом окружения, имитируя ковры и дворцы вокруг дома. Устанавливают целые библейские сюжеты о рождении Христа, путешествии волхвов. В украшении участвуют все члены семьи от мала до велика, но глава семейства в украшении своего дома или своего гаража он самый важный босс, поскольку хозяин лазит по крышам, по деревьям и несет ответственность за безопасность семьи. Жены играют роль главных консультантов, дизайнеров, экспертов, а дети в роли подмастерья, подают гирлянды, игрушки. Наблюдать за таким занятием очень интересно, и это необыкновенно любопытное зрелище, очень заразительное. Если в первые годы проживания в Австралии мы только наблюдали, как украшают свои дворы австралийцы, а потом гуляли по ночным улицам, любуясь красотой сияющих рождественских огней, то сейчас мы сами стали активно готовиться к украшению своего двора, дома, гаража и растущих рядом деревьев. Очень увлекательно это занятие делать сказку своими руками, не только украшая новогоднюю елку дома, но и украшая улицу. Уже в ноябре все готовы к украшению своих дворов. Закуплены гирлянды из коробок, вытащенные все, что осталось от прошлого года, игрушки, другие гирлянды. И в начале декабря дворы начинают сиять разными-разными огнями, превращая дома в настоящую сказку. Увлечения живой рождественской сказкой жизни поддерживают местные государственные органы. Они тоже ходят по улицам, проводят опрос счастливых зевак, которые ставят лайки за лучшие украшенные дворы, домов. И в результате лучшие из лучших получают призы. Победителей приглашают на торжественное вручение, пишут о них в газетах, показывают по телевидению. Лучшим, конечно, как правило, выбирается, где больше горящих огней разных сказочных сюжетов. Порой хозяева дома и дворы свои украшают тысячами и тысячами огней. Гирлянды закупаются недорогие китайского производства, но в общей сумме это получается недешевое занятие, но очень радостное, укрепляющее совместные семейные интересы. Так что мы теперь тоже занимаемся украшением своего двора и также продолжаем гулять по красивым, сияющим улицам. И также остаемся зеваками, счастливыми зеваками, которые ходят, наслаждаются вот этими дворами. А гулять по ночным улицам мы выходим после семи часов. А до этого, как правило, в пять часов собираемся с приятной очень компанией на чашку чая, предвкушая чудесный рождественский вечер с сияющей сказкой жизни. То же самое мы уже сделали и в этом году. Собрались с друзьями, пили чай, а затем ходили и наслаждались рождественской сказкой на сияющих улицах Брисбана. А начиная с 1 декабря на предприятиях Австралии организуются рождественские обеды, о которых невозможно не сказать. В магазинах на Рождество в Австралии, как и во многих других странах, много народу. Люди бегают в поисках подарков к Рождеству. То там, то тут слышится живая музыка, пение, выступают детские хоры, камерные ансамбли. По выходным с утра народ собирается большими и маленькими группами на пикники, семейные, дружеские, служебные. А водители общественных личных транспортов, продавцы магазинов, банковские работники наряжаются в колпаки, на голову надевают короны, олени и рожки. Для санты в торговых центрах и в других многолюдных местах устанавливают троны, чтобы принять от детей заказы на подарки и сфотографироваться. А вечером в садах, в парках местные районные власти устраивают небольшие концерты, в которых участвуют и сами зрители. Вот на таких концертах мы были неоднократно на Голкосте. Это действительно чудесное зрелище. Вечером 24 декабря Австралия затихает. 25 декабря тишина. И вот когда сегодня вы слушаете нашу передачу, я думаю, что вы все сидите дома, а может быть на пикниках, в парках, может быть едете в машине, но сегодня тишина. А вот завтра, завтра все снова побегут в магазин и покупают друг другу новые подарки. На Рождество в Австралии принято собираться всей семьей вместе. Люди съезжаются со всего континента. Но, к сожалению, в этом году, вот поскольку вся эта ситуация с пандемией, конечно, из штата в штат переезжать невозможно, но, тем не менее, я уверена, что люди встречают очень тепло, потому что есть сейчас замечательная такая программа Zoom, где мы можем сидеть, общаться, читать стихи, поздравлять друг друга, несмотря на расстояние. Вообще, если люди проживают в одном штате, то, конечно же, люди собираются вместе. Вместе хозяева гостеприимного дома готовят традиционную индейку и распаренный пудинг. Рождественский обед устраивают, как правило, на свежем воздухе, во внутренних двориках или в излюбленных местах для пикников. К рождественскому столу подают и традиционные австралийские угощения. Это блюдо из морепродуктов, холодный цыпленок, различные салаты, фрукты, мороженое и, конечно же, рождественский изюмный торт. Открываются подарки в Австралии, как мы уже говорили, в день Рождества, а также 26 декабря, в день подарков. Если подарок не нравится, его снова аккуратно можно упаковать и унести в магазин. На этот случай австралийцы никогда не выкидывают чеки. А вот 26 декабря еще принято дарить подарки просто малознакомым людям или тем людям, о которых вы знаете, что они недавно прибыли в новую страну, они иммигранты. Конечно, это время непростое. Люди приживаются к новой стране. Всегда есть какие-то моменты, сложности с накрытием больших красивых столов, покупкой подарков, потому что первые годы, конечно, человек приживается. Вот этим людям дарят подарки. Либо людям многодетным, либо знают, что тот или иной человек может быть не настолько обеспечен, как другая семья. Вот такая любовь, такое внимание друг к другу в эту рождественскую ночь, конечно же, показывается любовь к Иисусу Христу. И празднуется, празднуется этот праздник очень весело. В выходящем 2020 году одному очень известному фильму исполнилось 45 лет. Этот фильм знает абсолютно каждый человек. Я совершенно уверена, что нет ни одного человека, который бы не посмотрел этот фильм и не полюбил, а шел он всегда в новогоднюю ночь. Это фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Советский двухсерийный телевизионный фильм режиссера Эльдара Рязанова. Фильм этот был создан в 1975 году, 45 лет назад. А впервые его показали в Советском Союзе 1 января 1976 года. Аудитория первого показа оценивается в 100 миллионов зрителей. Уже 7 февраля 1976 года фильм повторили по многочисленным просьбам зрителей. А вот до 1978 года фильм по телевидению просмотрели порядка 250 миллионов человек. Фильм в сокращенном виде шел в кинотеатрах. И в таком виде его просмотрели еще 7 миллионов зрителей. В 1977 году фильм был удостоен Государственной премии СССР. А как создавался этот фильм? Фильм является авторской экранизацией пьесы Эмилия Брагинского и Эльдара Рязанова «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь». Эта пьеса написана была в 1969 году и к моменту постановки фильма с успехом шла в нескольких театрах по всему Советскому Союзу. Сюжет пьесы совпадает с фильмом. Осенью 1975 года, незадолго до официальной телевизионной премьеры, фильм посмотрели телезрители Грузии в рамках программы Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов, который проходил в Белиси. И вот на этом фестивале этот фильм занял первое место. С иронией судьбы в творчестве Рязанова начался период фильмов, в которых соединяются комическое и серьёзное. И, конечно же, фильмы Эльдара Рязанова помнят все и любят все. А тем более вот сегодня, когда очень многие люди празднуют Рождество, и буквально уже через неделю мы будем встречать Новый год, то вспомнить этот фильм мы просто не можем. А мы продолжаем нашу радиопередачу и сейчас поговорим о том, в каких же странах и как празднуется Рождество 25 декабря. Православная Греция празднует Рождество тоже 25 декабря вместе с западными христианами. Так что рождественский сочельник наступает для греков на 13 дней раньше, чем для православных россиян. Для греков этот зимний праздник всегда радость. Во всех уголках страны он отмечается с особым настроением, поскольку сопровождается традицией наряжать дом, готовить блюда и начинать новую жизнь в Новом году, изгоняя все плохое из прошлого. В деревнях и селах Греции накануне трех праздников Рождества, Нового года и Крещения когда-то хозяева домов выходили в лес на поиски самого крепкого елового дерева. Или же вместо ели использовали оливковое дерево, которое рубили и приносили домой. Это дерево называли Христо-Ксила, дерево Христа. Дерево рубилось и приносилось в дом для того, чтобы его сжечь в камине весь период праздников, от Рождества до Крещения. Сегодня эта традиция сохраняется только в некоторых селах Северной Греции. Что же касается колядок, то их в эти праздничные дни обязательно исполняли и дети, и взрослые. Традиция эта и поныне жива Греция. Греки любят наряжаться на рождественскую ночь в разные сказочные костюмы, национальную одежду. Во всех районах страны традиционным рождественским блюдом является голубцы. Это символизирует обернутого в пеленке Христа. Готовится также масляный пирог, подаются соленья, турша и компоты из сухофруктов, а также христо-псома. Это рождественский хлеб, куда замешиваются орехи, изюм и оливки. Кроме того, традиционно в эти дни готовится жаркое из свинины, индейка начинается рисом, каштанами и изюмом. Сладкий пирог и вареная пшеница всегда на столе с сахаром. Выпекают пирог святого Василия, в который запекают монетку. Тот, кто найдет эту монетку, будет счастлив весь следующий год. А как празднуется Рождество Христово в Болгарии? Празднуется тоже 25 декабря. И этот праздник называют Каледа. И начинается празднование с первых часов после полуночи. Из дома в дом начинают свое шествие каледовщики, которые очень веселые, идут по всем домам и их все ждут. Это молодые, неженатые подростки и юноши в возрасте от 12 до 20 лет, иногда старше. Они одеты в национальные фольклорные костюмы. Все они в борках, в национальных головных уборах, из каракуля колпаках, к которым прикреплен цветок. Каждый имеет при себе длинную, разукрашенную пастушью палку с крюком. Она играет особую роль в обрядовых танцах и в наговорах. Перед каледовщиками обычно бегут мальчишки в возрасте до 12 лет, которые извещают хозяев стуками в дверь, что к ним сейчас придут гости дорогие. При этом мальчишки наряжаются котами и издают кошачьи звуки. Другие мальчики наряжаются ослами, несут дары каледовщиков. Их репертуар достаточно разнообразен. Когда, например, каледовщики заходят в дом, то первую песню они поют хозяину дома, а в следующей песне они шлют пожелания всем членам семьи от мала до велика. Хозяин дома приглашает юношей за стол, угощает их напитками и ракей. Если в доме есть незамужняя девушка, то она подает вожаку свой специально предназначенный каледовщиком каравай. Вожак со своей стороны поднимает этот каравай высоко и говорит молитву всему дому и желает богатого урожая в следующем году. Это обычно кульминационный момент в обряде. Кроме караваев каледовщикам дают фрукты, чай с праздничного пирога, вина, раки, а в последнее время дают еще и деньги. А наутро каледовщики собираются у вожака на угощение и собранные накануне дары начинают делить между собой. Часть собранных даров и денег обязательно идут на благотворительность в церковь или в школу, в детские сады, в дома престарелых. Каждый берет каравай своей любимой девушке. Если на данный каравай появились соперники, то делают ставки. И кто из парней поставит больше денег, тому каравай достанется. Вечеринка вожака иногда длится вплоть до следующего утра. В некоторых краях Болгарии Рождество Христово или Каледу празднуют по юлианскому календарю, то есть, как и россияне, 7 января. А вот православная Румыния празднует Рождество тоже 25 декабря вместе с западными христианами. В канун Рождества в Сочельник молодежь и дети со звездой на шесте обходят дома, каледуют, славят хозяев, желают им добра, здоровья, богатства. Хозяева одаривают веселых гостей обрядовым печеньем, козульками, конфетами, деньгами. Если хозяева скупятся, то каледовщики поют озорные калядки с шуточными угрозами. Рождество Христово традиционно начинается с утренней службы в церкви, затем идет исполнение рождественских калядок, затем обычно праздник проходит на площади, все в национальных костюмах, звенят яркие бубенчики, гормахают медь, щелкают кожаные пастущие хвосты, и зрелище это очень красочное. В Румынии перед Рождеством принято закалывать поросенка, именно свинина будет основным блюдом на протяжении всех праздников, подаваемая как правило с полентой и маринованными огурчиками, свиные колбаски или сармале, нечто вроде долмы из голубцов, мясной фарш виноградных или капустных листьях, также очень популярны в это время. Традиционная для Румынии рождественская новогодняя выпечка это плетеный калач, называют его калак, а также кексы с грецкими орехами, яблоками или тыквой. Очень интересно Рождество Христово празднуют на Кипре. В отличие от Пасхи, которая является для киприотов праздником, праздников и торжеством из торжеств, как и для всех православных христиан, Рождество это тихий семейный праздник, когда за одним столом собирается вся семья. Подготовка к Рождеству начинается заранее, 24 декабря. В этот день уже, как правило, никто не работает. Для рождественской трапезы на Кипре готовится свинина, причем хозяйки не только запекают ее в виде привычного окорока, но и готовят из этого мяса различные кулинарные изделия, копченые, кибрские мини, колбаски, которые приготавливают за несколько недель до праздника, пирожки на свином сале, холодец, копченый окорок со специями. Где-нибудь подальше от городской суеты в деревне Рождество встречается с большим размахом. Вторым по значимости блюдом у киприотов рождественского стола являются сладости. Главное из них Христо Кулура или Кулури, в средине которой ставится свеча в знак того, что в данном доме все готовы к встрече рожденного Бога Молоденца. В некоторых деревушках до сих пор еще существует поверье, что накануне Рождества где-нибудь на чердаке, на крыше дома надо непременно оставить кусок праздничного пирога, чтобы по одним предположениям задобрить злых духов, а по другим предположениям это наоборот их отпугнуть. Кстати, рождественский пирог по форме и по приготовлению напоминает английский. Это и не мудрено, ведь Кипр долгое время находился под Англией, что не могло не отразиться на кулинарии киприотов. Праздничный стол украшается самыми красивыми скотерцами и салфетками. Иногда так случается, что такие салфетки некие фамильные ценности, которые передаются в семьях по женской линии от одного поколения к другому. Накрывают ими праздничные столы только в исключительных случаях. Встречать Рождество все стараются во всем новом. Хотя бы одна из вещей должна быть непременно новой. Верующие киприоты обязательно идут поздно вечером в храм на праздничную рождественскую службу и лишь затем присоединяются к праздничному столу и позволяют себе разговеться. В горных деревушках сложилась многовековая традиция не запирать на ночь двери дома, чтобы Богородица с младенцем Христом могли войти в дом в виде нищего человека или скитальца и увидеть, что дом его ждет и все там готовы к встрече. Этот обычай в народе еще называют стол Богородицы. Сейчас идет подготовка в русском общественном центре и мы несколько вопросов решили задать президенту русского центра Елене Чубезубовой. Пожалуйста, Елена, расскажите, как вы готовитесь и вообще, что вы хотите сказать нашим гостям и нашим жителям города Брисбена? Комитет русского общественного центра приглашает всех на встречу Нового года, который состоится 19 Лорус-Фрейд в Улан-Габа. Мероприятие это первое проходит после того, как у нас начался коронавирус. Так что, пожалуйста, поддержите. Будет шведский стол, выступление, елочка, Дед Мороз со снегуркой придут. Пожалуйста, поддержите русский центр на будущее. Мы тоже присоединяемся к этому. Это у нас сейчас говорила президент русского центра Елена Чубезубова. И я вот сейчас действительно смотрю, здесь идет подготовка полным ходом, уже елочка украшена. И всех, конечно, радиослушателей и вообще брисбанцев, соотечественников русский центр приглашает. Пожалуйста, приходите 31 декабря. Двери будут открыты в 8.30 вечера. Лена, вы что-то еще хотите добавить? Да, хочу сказать, что бутылка шампанска будет стоять на стиле на встречу Нового Года. Но это будет дано около 12 часов. И замечательно, если вы придете в карнавальных костюмах, и я думаю, что даже у нас комитет русского центра вам сделает маленькие подарки за самые шикарные костюмы. Я правильно говорю, Лена? Да, да. Так что ждем вас, дорогие наши радиослушатели. Поддерживайте русский центр. Это ваше будущее. Наша рождественская радиопередача подошла к концу. Сегодня с вами у микрофона была Людмила Ларкина. Я желаю всем рождественского настроения, прекрасно встретить Новый Год. Пусть все сложности останутся в уходящем году. Будьте счастливы! Мчится время чужой колесницей, а им щит, как на праздник одет. Каждой ночью мне Родина снится не добытый печальный сюжет. Изменилась забота оболочка, разукрасила сарозами день. Чувство то, что оборвана строчка, порождая усталости тень. Даже если найдем, что искали, и надышим со счастьем сполна. Скажем мы, хорошо здесь отстралий, только Родина все же одна. Возьмем свиньи, найдем, что искали, и надышим со счастьем сполна. Скажем мы, хорошо здесь в Австралии, только покинется. Редактор субтитров